Здравствуйте! Прикладная наука за последние лет 300 сделала совершенно неузнаваемой нашу жизнь. В 17 веке, в общем-то говоря, мир вещей принципиально не отличался от того, что было в античную эпоху. Принципиально ничего другого не было. А потом, как-то и правые машины, и электричество, и радио, и компьютеры, всё это вот появилось, благодаря тому, что Ньютон придумал, и другие товарищи его современники придумали высшую математику. Так вот, были все основания, были все возможности придумать высшую математику у древних греков. Древние греки были умные, головастые ребята. Жили они за пределами Греции в основном, торговали вином. Я вам как-то раз рассказывал уже. Так вот, среди них был замечательный человек. Зывали его Зенон. Жил он в местечке, которое называлось Элей. Это было на юге Италии, поэтому зовут Зенон Элейский. Книг он никаких не писал. Он за столом рассказывал очень интересные истории, байки. А задачки такие. Он придумывает задачу совершенно очевидную. Решение у него просто элементарное. И он её так начинает решать, что сразу видно, что решений-то у неё нет. Удивительно. И вот одна его задача. Называется она «Ахиллес и черепаха». Она известна себя в пересказах, и смысл такой. Он, значит, быстроногий Ахиллес пытается догнать черепаху. Вот, скажем, стоит он в 100 метрах от черепахи и кидается за ней бежать. Бежит он, естественно, быстрее черепахи. Пусть для простоты в 10 раз быстрее. Вот в 10 раз быстрее он бежит, чем черепаха. Расстояние там 100 метров. Пробежал он эти 100 метров. Черепахи нет. Убежала уже, да. Трава примята, лежит помёт, черепахи нет. Она в 10 метрах. Он за ней бежит, пробегает эти 10 метров, а черепаха ещё метров пробежала. Он пробегает ещё, а черепаха ещё пробежала. Понятно, что рано или поздно догонит. Ну, так сказать, об этом говорит весь наш жизненный опыт. Но что же получается, говорит Зенон? Догнать-то он догонит, но вот это вот конечное явное расстояние, на котором он догонит, это сумма бесконечного количества отрезков. Как может быть в этом весь смысл анализа бесконечно малых величин, когда там бесконечные суммы равны конечным величинам? Это было началом математического анализа, могло стать, но не стало. Как решить эту задачу? Ну, греки бы легко и решили, если бы у них было бы, скажем, позиционная система счисления. Как у нас там появляется? Получается 100 метров плюс 10 метров плюс метров плюс 1 десятая плюс 1 сотая. 111,11 в периоде. 111,1 девятая. А у них не было позиционной системы счисления. Это раз. И второе было на беду. Появился человек, который эту задачу придумал, как, ну, как снять противоречия. Этого человека звали Демокрит. Вот он так его иногда изображают. Но на самом деле это, наверное, его нереальный портрет. Я хочу, чтобы вы знали, вот он, как он выглядел. Вот из-за него человечество на 2000 лет опоздало изобрести высшую математику. Он, например, говорит, они всегда за столом, у меня такое вот ощущение, я тоже по-своему рассказываю. Один грек режет колбасу, так тонко-тонко. Резать, он его называл том. Вот он тоненько-тоненько копченую колбасу отрезал. А ему Демокрит говорит, а еще тоньше можешь? Он, еще тоньше, а еще тоньше. Нет, тоньше уже не могу. Вот так, говорит, и все. Так, говорит, и пространство. Так и время, так и любое, все, что хочешь. Резать можно только не тоньше, чем вот что-то. Вот есть какая-то частичка такая пространства, она неразрезаемая. Атом, отрицание, атом. Неразрезаемая частичка пространства. Вот этот атом он и придумал. Этот атом не имеет никакого отношения к атомам химиков 18 века и физиков 19 века. Никакого абсолютно. Он просто остановил развитие науки. Вы знаете, представляете, что бы было бы? Юлия Цезарь в Риме бы встречали, например, на вокзале, он бы с паровоза речь говорил. Или с броневика, все равно, собственно говоря. А вот мы с этим делом опоздали на 2000 лет, к сожалению. Вот так вот, знаете, теперь, из-за кого мы кувыркаемся. Всех благ вам, до свидания, пишите письма. Продолжение следует...